Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицин, и я хочу рассказать тебе кое-что важное. Дизайн – это цель. Красиво, ужасно, красиво, приятно, не очень. Топ-тренд! Это лишь исключения, навязанные нам годами. По-настоящему грамотными дизайнерами и маркетологами. Я всегда думал, что маркетинг и творчество – это разные вещи. Но так я никогда не ошибался. Делать просто красиво недостаточно. У каждого человека появляется недопонимание, как себя развивать на творческом пути. Это нормально. Мы открываем душу и начинаем творить без каких-то задних мыслей. Когда мы слышим слово «маркетинг», «бизнес», все это превращается в какую-то рутину. И звучит это так себе. Но творческий человек на то и творческий, чтобы подходить к любой проблеме с мешком изюма. Если ты сделал красиво, ты молодец. И не более. Будешь делать красиво дальше – будешь молодцом еще в большей степени. Но не жди, что человек захочет репостнуть твои мысли. С чего ему это делать? Почему заказчик должен платить тебе деньги за то, что ты такой прекрасный? Суть в том, что наша сфера деятельности стоит на месте. Да, мы развиваемся в техническом плане. Да, у нас крутые компы, крутые программы. А с чего клиенту переплачивать за то, что ты все это приобрел? Цель – это точное понимание, чего ты хочешь добиться от своего детища. Это относится абсолютно ко всему. Ты можешь сделать хоть тысячу крутых рендеров. Но я тебе уверяю, это даст тебе тысячу крутых рендеров. И все. Если ты хочешь, чтобы тебя узнали, услышали, поняли и так далее, ты должен создать потребность. Продать ручку человеку, которой у него нет. Буду как блогеры-дебилы, которые занимаются фигней. Ну, слишком умный дебил. С миллионом подписчиков тебе не кажется? Все, что тебя окружает – это цепочка, звенья которого тебе кажутся логичными и правильными. Кажутся. Но ты ходишь в магазин, потому что тебе так сказали. Берешь продукт покрасивше. Ну, потому что если упаковка такая классная, значит вкуснее. Если ты хочешь разбираться в дизайне, убери вообще к хренам все эти стереотипы. Нет, хорошо или плохо. Красиво или страшно. Стрельнул. Либо так логотип от студии Лебедева – Хованскому. Если бы он не был такой зашкварный. Да самый обычный логотип прошел бы мимо. Но кто сказал, что он плохой? А если бы мы жили в мире, где дизайн строился бы только на такой манере? Мы бы все говорили, «О боже, что это за обглоданное яблоко? Это компания для пожертвований?» Окей, окей. Давай несколько самых обычных примеров. Это – картинка Лондона. Ну, красиво же. Репостнешь? Ну, пожалуйста. Это же я фотографировал. Да нахрен оно тебе надо? А так? Фу, как мерзко. Но теперь девушка репостнит, подпишется, ну или остановится на этом посте. Не важно, как, но целевая аудитория определена, и ей это будет близко. Как вас зовут? Меня Санек, это Глеб. Здесь потребность состоит в проблеме, которая имеет необратимый цикл. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Теперь давай возьмем мою картинку. Ну, я. Ну, круто. А так? Опять же, понятно, целевая аудитория и понимание, где это будет потребно. Окей. Но вот эти примеры являются для меня самыми интересными. Я вот прям оставлю ссылку на Зубкова. Посмотри, что он творит. Это близко к каждому человеку. Слови себя на мысли, почему ты рассматриваешь столько экшена вокруг, столько всего уже приевшегося. А тебе вот такое интересно? Угу. Дизайн это цель. Донеси свою мысль правильно. Никто не обязан тебя понимать. Чем быстрее ты это поймешь, тем быстрее ты почувствуешь отдачу. Поддержи вот этими всеми лайками, репостами. Это нереально помогает, особенно, когда ты видишь рост в просмотрах. Хочется сразу взять и запилить новый ролик. А информации реально дохрена. Также обрати внимание на курс «Это мое детище», которое даст тебе реально быстрое, без соплей понимание, как создать реалистичную картинку. За контент ручаюсь, с меня полная поддержка. Обожаю тебя.